Всем привет, с вами Pixel, мы продолжаем играть в группу по названиям супа и сегодня будем играть в морковочку скиппи, но перед этим пройдемся по многому важному, расскажу про обнову 4.7 в подробностях и тому подобное. По поводу самой обновки, когда она выйдет, скорее всего выйдет в ближайшие 3 дня, то есть сегодня, завтра и понедельник, такие вот актуальные вещи. По поводу самой обновки, сейчас на версии 4.7 у меня не вылазят никакие вот акции, которые вылазят на центр экрана. Поэтому, если что, нужна вторая версия, которая была прошлой, или второе устройство, на котором вы играете, которая была прошлой версии. Завезли ивентик, ивентик профитненький, 2 кгемов, 2 легендарных сундука, но играть в него сложно будет, потому что нужен один скин из этой прекрасной коллекции, в идеале это пиромант Каэдна плюс, ну пиромант Каэдна или аромант Мила. Вот такие дела, потому что надо набивать по 8 очков, тоже уже не такой себе хороший вариант, поэтому по 10 очков за килл, и этот ивент можно пройти. Идем прекрасно дальше, крутаем сейчас рулеточку один разочек, вдруг нам легендарный сундук выпадет, кстати, сейчас проверим, будет ли дабл-крутка происходить. Сейчас, нет, я нажимаю, но не нажимаю, не будет у нас дабл-крутка происходить. Ну в общем, сегодня у нас третий день рулетки, завтра четвертый, завтра по идее должны дать легендарный сундук, если я все правильно понял, разработчики нас не обманули. Лабиринт, кстати, вот на гран-при, гран-при, на гран-при, на гидромантку я попробую пройти, потом, если получится, я, конечно, запишу видео, потому что у меня этого скина нету, и вероятно он появится. Ну, конечно, можно, разорван, но я не такой, в общем, мне на скины плевать. Идем дальше, к важным новостям. Магазинчик, магазинчик немножко изменили? Ну, не, как немножко. Завезли сюда прям целую тучу вот этих вот предложений за монеты. Прям целую тучу, вот видите, сейчас два, потом такие вот за гемы, да, бла-бла-бла, и тут начинается на 4, 4, 4, 4, 2 за бинокль почему-то. Это, знаете, перенесли золотого на легендарный и решили поставить двойчик. Ну, кстати, возможно, через 23 минута обновиться у нас будет здесь феромоны за 2 миллиона, я бы мечтал. Ну, и вот еще целая куча всего. В общем, магазинчик сейчас наполнился монетными акциями, предложениями, не знаю, зачем это все делается, но разработчиков не понять, вы сами знаете. Также, ребятки, там анонсировали разработчики стрим, наконец-то, тот, который отменили несколько месяцев назад, месяц назад, скорее всего, несколько, эфир с ответами на вопрос. В прошлый раз это должно было, они там должны были про что-то рассказать, в этот раз ответы на вопросы какие-то будут. Вопросы можно задавать, но, опять же, понимать, английский язык, все дела. Можете пройти, почитать, там, что интересно, как. Что, по сути, 6 апреля, в 8 часов вечера, вроде как, МСК Киев, такое вот время, если я не ошибаюсь, плюс 3 часа, там он, 5 пм, ну да, плюс 3 часа, все верно. Будет вот этот вот стрим. Если честно, из-за того, что он будет проводиться на фиче, скорее всего, не получится нормальный перевод сделать, потому что это вам не YouTube, который пишет, как бы сказать, ну, субтитры звуковые, да, переводит их в текст, который можно потом просто перевести. Короче, будет сложно с этим всем. Возможно, я, конечно, попробую послушать, посмотреть, что там будет, но вряд ли что-то мы ценное узнаем, но вдруг, вдруг инсайдики будут от разработчиков. Так, а теперь переходим к новостям. К важным новостям. Вы сейчас видите, у меня 4 сны, да? Давайте перейдем к этой новости. Я буду читать прям то, что писали разработчики, чтобы вы, ну, так сказать, что написали разработчики для своих создателей контента. Информацию, так сказать, да? Пока что без подробностей, чисто вот, что будет в будущем. Сначала Пасхи мы вводим сезонную энергию. Сезонную энергию. Сначала Пасхи, да? То есть у нас вот обновка, когда выйдет полностью с Пасхой, да? Сейчас она, видите, не у всех еще, она региональная, как бы там взлась, дела. Ну, так вот. Почему? Выходит обново, меняется вот эта вот энергия на энергию сезонную. Это означает, что каждый сезон энергетический баланс всех игроков будет сбрасываться. И у вас будет новый тип энергии в магазине для покупки и использования. Разработчики сказали, что это будет что-то типа жетонов, которые у нас сейчас есть за вот эти вот прекрасные виды. Вот типа вот этих жетонов то же самое будет. То есть, скорее всего, я так понимаю, сезон будет идти 4 недели. Возможно, больше, возможно, меньше. Мы пока этого не знаем. Но вот как-то энергия будет сезонная теперь. Там еще что-то написано, что было, что это выдаваться будет, но я не очень понял. Что пишет дальше разработчик? Любая оставшаяся энергия в предыдущей сезоне будет удалена из вашего баланса. А энергия нового сезона будет иметь цвет отличный цвета предыдущего, чтобы их было легко отличить. Логично, да? Одну удалят, вторую сделал другого цвета, чтобы было легко отличить. А зачем отличать, если одной уже не будет? Будет только одна другая новая. Логичная, да? Дальше. Это, конечно, интересно вот по энергии. Посмотрим, когда это введут. Как сказать, оценим. Но непонятно теперь, кто же стал. Ладно, идем дальше. Теперь по балансу. По балансу у нас есть изменения, но они будут временные. Как бы это сказать правильно? В игре у нас и получили некоторые персонажи бусты. Бусты очень сильные. Но они будут временные только на пасхальное обновление. Итак, давайте поднемся к персонажам, которые получили бусты. Ну вот, вы видите, на экране у себя кролика с Киппи. И еще его друг, Акулфин, который тоже получил у нас в обновлении 4.7 скинчик новый, да? Когда он выйдет, я надеюсь, покажу вам его. Так вот, что у нас получил кролик с Киппи? Я, кстати, не знаю. Мы сейчас можем вообще посмотреть стандартные значения, не прошлые значения? Ну, в общем. Давайте смотреть. А что это у меня тут за атрибуты? Ладно, не важно. В общем, кролик с Киппи. Кролик с Киппи и Акуллафин получили бонусы. Бонус первый, 50% увеличения хп. То есть хпшки у них стало 50% больше. То есть 9700, вот давайте глянем кого-нибудь. Панда, 9800. Раньше у кролика с Киппи, вы знали, было на разы меньше хпшки, да? Опять же, жираф. Одинс тысяч. Так, ладно, до жирафа мы еще вернемся. Да-да-да, он тоже там получил буст. Ну, так вот. Акуллафин по хп определись, 50% бонус. Дальше идет скорость по земле увеличена на 35%. То есть, кролик с Киппи и Акуллфин получили бонус скорость передвижения по земле. По земле. Вот он, скорость 102. Слабенько, да? Дальше. Урон от оружия увеличен на 50%. 50% урон от оружия. Урон от оружия на 50%. Раньше Акул всех шоттл. Что он сейчас будет делать с другими? Как вы думаете, а? Урон 3600. А ну, Лук, интересно, сколько бахает. 1500. Четыре пули по 1500, это 6000 урона. Слабенько, слабенько. Ну что же, мы это, конечно, потестируем. Я не знаю, правда, когда Акула смотреть, потому что я не там по нему видео делал, но как бы. Ладно, идем дальше. Это еще не все. Это самые максимальные бусты в нашей по текущей обнове. Там еще были бусты поменьше. Чуть-чуть поменьше, буквально. Три персонажа получили эти бусты. Это Рави, Эрл и Жираф Пеппер. Вот тот самый, да, вот этот вот друг, который получил 11000 хп. Ну, Рави и Эрл, да? Давайте, кстати, краба глянем. Слабенький краб, слабенький. А теперь давайте по поводу этих бустов, которые поручили вот эти вот три персонажа. Хп увеличилось на 30%, то есть там было у двух персонажей на 50, у этих на 30 всего лишь. Ну, представьте себе, я бы дали 50% хп. Как бы слабенький краб, да, слабенький. Идем дальше. Кстати, за краба точно поиграем, наверное, завтра. Скорость по земле увеличена на 30%. То есть этим была скорость 2 на 35, этим на 30. То есть 5% разница, но все равно как бы буст офигенный, да? Жирафу, которого фиг догонишь и так с ботинком. Крабу, которого смысла догонять нет, которого убежать не получится. Ну и Рави, кстати, вот хороший буст, и на него будет интересно играть. И последний бонус, это урон от оружия увеличен на 40%. Да, ребятки, вы не ослышались, 40% краб, Рави и жираф получили бонус к урону. 6 тысяч урон копьем. Что там, сука? Давайте округлим до 2000, да? 2 на 9, ладно, давайте потом сбросим. 1600, 1700, нет, 16000, 17000 урона. Слабый лук у краба стал, слабый. Да? С перезарядкой в 4 секунды. Блин, какая же эта мощь. Ну и боеприпас, к сожалению, мы посмотреть не можем, потому что у нас тут, как видите, не влазит, не влезло, оно тут закрывает, ну в общем, печально. Но, сами понимаете, какой там краб, что у него там должны быть за характеристики и все такое. Ну и сегодня поиграем за кролика с Киппи. Немножко я поменяю сборку. Будем мы сегодня душить, поэтому ботинок одеваем на этого моста. Ну блин, там такие бусты в скорости, почему бы не одеть? Поэтому, а если еще быстро на своих побицухах, это же еще мощнее бы, да? Так, ребятки, берем имба сборку на подвижность. Вместо чего? Зуб вампира, но без них никуда, около адреналина. Пожертвовать ли? Блин, кролика с Киппи шотнув по-любому не будем задавать. Хотя мы, возможно, будем играть против ботов. Я бы еще поставил на листов вместо кассетки, но пока этого не хочется делать. И давайте распределим атрибут фиг с ним. Так, лук у нас скорость. В случае, скорость неплохо от 3%. Сложная. Давайте скорость у него, я что-то скорость хочу больше. Бомбочка, бомбочку накинем в радиус. Хотя 2% нет, давайте радиус. И дробовичок. Ну, дальность 2% вроде звучит неплохо, но мне кажется, скорость будет полезен. Все, короче, скипетогеном просто мне там на прокачке стоял, хотел прокачать его, ну ладно, не суть. Тут у нас все равно, в принципе, уже время немного прошло, к сожалению, я вот тут пока по-на-рассказывалу все дела. Но потом потестим, возможно, в одном видео всех записано, что пикнули, посмотрим, сколько они стали сильнее. Ну, да, ну, краба просто, ну, представьте себе краб. Какая же эта имба. Ладно, сборка готова, погнали, посмотрим. А, ну да, надо же бой нажать кнопку. Сложная, сложная, ребятки. Очень сложная. Ну, вот такой вот патч 4.7. То есть разработчики начали вводить, как бы, новую систему, это увеличение временной характеристик персонажа, да, определенных. Ну, то есть бустов. Оружие, хп, скорость передвижения. Что это дает? Ну, сами все видите, как бы дает бусты неплохие. То есть какие-то моменты у нас могут быть на какие-то праздники условные, да. Имба персонажей, которые будут разваливать рандом. Разрабы. У меня просто нет слов, ребят. У меня это дичь какая-то, литейшая. Просто дичь. Ну, вот как можно это назвать что-то по-другому? Как можно назвать это по-другому? Ну, как и дичью, если это дичь, да? А что так фризит-то? Чтобы попадать, да? Еще бы попадать. Ну, кстати, давайте посмотрим скорость. А можно гранатку золотать, не? Спасибо. Блин, а тут точно скорость увеличилась? Не урон реально больше. Вы видите этот урон? Вы видели этот урон, да? Не, на скорость, как... Слушайте, ботинок такое ощущение, что вообще не роляет. Я не вижу прям этого ускорения, которое должно быть. А урон прям, да, буст получил конкретный. Что так лагает-то, я не понимаю. Да, понятно. Она просто так решила полагать. Слабенький кролик скиппи. Слабенький, слабенький, слабенький. С одной тычки акула шоттный слабенький. Генрис Лука шоттный слабенький. Не, ну вы это видели, а? Да, да, да. Ну что я могу сказать, ребятки? Разрабы сделали ошибку очень серьезную. Как вы мне, такое выпускать нельзя. Но представьте, что будет все равно... А как в это... А как в это играть? Ну вы это видите? Вы это видите? Там 14... Там разница в два уровня. Я ничего не делаю. Я вообще не... Я просто подошел, нажал дробовик этот несчастный один раз. Они все... Жизнь. Жизнь. Вот разрабы, конечно. Мда. Разработчики зубы. Не перестают удивлять. Просто... Ну вы видели? Ну... Опа-на. Акция. Я говорил, что не вылазят. Они косо вылазят. Ладно. Левелап пьет. Левелап. Смешно, смешно. А тут написано что-то еще, да? Снизу. Так. Ну ладно. Не важно, короче. Фигня там написана. Да, акция. Вот видите, третье. Ну слушайте, начали вылазить, да? А что-то как-то... Ну, хорошо, что вылазят. Потому что я боюсь, что на версии 4-7 власть не будут. Потому что, ну вы знаете, баги, все дела. Весь еще недоступна всем. Хотя вот странно, что для какого-то региона она доступна, а для какого-то нет. Ну, возможно из-за того, что там правки перевода или еще чего-то. Ладно. Погнали в общем следующий бой. Так сказать. Еще один сыграем, наверное. Хотя нет, ребят, мы будем заканчивать. Что-то видео затянулось. Не хочу его затягивать. Ну вы, в принципе, все видели в этом видео буквально там за пару минут. Слабые бусты. Да. С бицухой. Ну ботинок я, короче, не заметил, чтобы пользовались, если честно. Хотя вроде как есть, наверное. Надо будет без ботинка вровать, посмотреть. Может быть сейчас нету, кто-то такого буста. Возможно ботинок как бы не так хорошо работает за счет того, что уже пустанули кролика скидки. Ну в общем, интересно, конечно, посмотреть, но... Но. Это имба просто с лука шотнула 14-го Генри. С лука! С лука! Я просто кинул один несчастный лук и все. Это... Разрабы. Как им пришло это в голову? Вот как? Ну вот как можно было так удистить? Как? Правильно, ребятки? Никак. Это разработчики зубы, только они такое могут. А на этом мы будем прощаться. Оставьте лайки, подписывайтесь, остались в комментарии. Не болейте, не скучайте. Пишите, что думаете по поводу этого всего. Всем пока-пока.